11 октября партийно-государственная делегация Германской Демократической Республики вылетела в набережной Челны. В аэропорту Бегишева высоких гостей встречали первый секретарь набережного Челнинского горкома КПСС Беляев, другие ответственные партийные советские работники. С аэродрома члены партийно-государственной делегации ГД направились в городской комитет КПСС, где состоялась дружеская беседа. Руководители города, стройки, Камского автозавода рассказали гостям о том, как живет и трудится многотысячный коллектив строителей и эксплуатационников огромного автомобильного комплекса. Товарищ Хонникер отметил большое значение строящегося автогиганта в деле дальнейшего укрепления дружбы и экономического сотрудничества между ГДР и СССР. Наши гости побывали на прессово-рамном, автосборочном и ремонтно-инструментальном заводах, беседовали со своими земляками, участвующими в монтаже технологического оборудования, советскими рабочими специалистами. Теплые дружественные встречи состоялась в Дворце культуры Энергетик. Собравшиеся горячо приветствовали товарищей Хонникера, Штопа, Зиндерману и других руководящих партийных и государственных деятелей ГДР, секретаря ЦК КПСС Капитонова, партийных и советских руководителей Татарской Республики. Выступившие на встрече говорили о большом удовлетворении, с каким воспринято советскими людьми заключение договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и ГДР, о стремлении достойно встретить 25-й съезд КПСС. Челнинцы преподнесли в дар нашим друзьям из ГДР макет автомобиля КАМАЗ. Член Политбюро ЦК Социалистической Единой Партии Германии, первый заместитель председателя Совета Министров ГДР Гюнтер Миттек, отметил небывалый размах стройки в набережных Челнах, свидетельствующий об огромной экономической мощи Советского Союза. В знак нерушимой дружбы между народами СССР и ГДР от имени делегации ГДР Гюнтер Миттек передал в дар красное знание. Визит делегации ГДР в нашу страну еще раз подчеркнул нерушимость дружбы социалистических стран, стремящихся к дальнейшей разрядке международной напряженности. В этот же день партийно-государственная делегация ГДР отбыла Волгоград.